На тот момент мне было 20 лет. Все это случилось в Казахстане, под Алма-Той, на старенькой даче. Уже не помню, из-за чего мы туда поехали. По-моему, родители повздорили из-за чего-то. Мама тогда была расстроена и попросила, чтобы я отправилась с ней на дачу. Мол, там она отвлекается, когда наедине с цветами. Все шло своим чередом. Мама возле грядок, а я, я в то время читала. Будучи верующей, послушной девочкой, я читала Библию. В то время я только начинала уходить в веру уже на полном серьезе. Стало темно. Мама вернулась в дом, и мы решили ложиться спать. К слову сказать, еще около пяти лет назад мы повезли на дачу пианино, на котором я безуспешно пыталась отрепетировать до безупречности произведение Элизе. Мы легли, мама уже спала, а я все никак не могла уснуть. Ворочалась и ворочалась. Почему-то на душе было очень неспокойно. В голову лезли различные ужасные мысли. Не спасала даже мысли о том, что мама была рядом, так как мы были обе еще те трусишки. Моя истерия началась, когда я услышала постукивание по крыше. Ритмичное такое. Я списала все на несчастных сороков, которые, видимо, тоже не могли уснуть. Неспокойно мне, и все тут. Чувствую, что ты рядом, а понять, что это, не могу. Мать тоже не спит, ворочается. Через минуту слышу, что пианино играет в нашей комнате. Ну, думаю, все, Лола, поехала. Страх парализовал. Орать не могу, шевелиться тоже. Я готова была умереть. Мама лежит и не двигается. А ведь спит она чутко. Думаю, раз не услышала, значит все. Дочь ее потихоньку сбрендила. Через минут десять эти звуки снова начались. Мама не проснулась. Я уже была готова в пижаме босиком удирать по грядкам, но чтобы ближе к людям. Успокоилась. Лежу. Странная игра на пианино была до пяти утра, а я только к трем часам, когда более-менее страх обуздала, поняла, что это начало моего произведения, которое я так пыталась виртуозно сыграть. Лежу, не шевелясь. Нечто сыграет восемь нот и молчит. Тут поворачивается мама и молча так смотрит на меня. Я тоже молчу. Молча так с ума сходим. Мама говорит, «Может, мыши внутри пианино?» «Может быть». Начали с мамой одновременно молиться. Тут с таким зверским грохотом падает крышка пианино. От этого сверху торшер падает. Я думаю, «Все, места живого не останется». И сама дальше молюсь. Дверь так легонечко открывается. И все. Утром молча встаем, чай пьем. Мама с темными мешками под глазами трясется мелкой дрожью. Говорить со мной отказывается. И так до тех пор, пока папа не приехал. Так же молча мы и уехали. Мама об этом не говорила. Видимо, испугалась. А я подругам рассказала. Мы помолчали и забыли. С тех пор на дачу ездим исключительно с папой. И больше такого пока не случалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова